Ловят тех, кто ловит. Сезон подлёдной рыбалки в нашем регионе в самом разгаре. Несмотря на сильные морозы, лёд не везде прочный. Но это не останавливает любителей зимней рыбалки. Лунки они прорубают даже рядом с открытой водой. Чем чревата такая безответственность рыбакам, напомнили сотрудники МЧС. Вместе с инспекторами толщину льда на Волге измерила и Анастасия Куклева. Пресечение двух рек, это Саратовки и Волги. И вот в этом месте быстро течение, оно самое последнее сумерзает. Роман Сулейманов уже 7 лет патрулирует акваторию Волги. Инспектор хорошо знает, где лёд непрочный и где опасно зимой рыбачить. Он уже неоднократно спасал неопытных рыбаков. Говорит, что зачастую беда случается с теми, кто любит выпить на рыбалке. Полагая, что алкоголь их согреет, они теряют бдительность. Алкоголь, он не всегда выполняет функцию, понимаете, у нас люди считают, что алкоголь греет. Ни в коем случае это не происходит. Это всё просто заблуждение. Были такие случаи, когда к нам подходили рыбаки и говорили, что там на льду их собрат рыбак в состоянии алкогольного опьянения. Дотащить они его не могут. И просили оказать помощь. Эти два товарища, говорят, никогда не выпивают на рыбалке. И стараются соблюдать все правила безопасности на льду. Николай Суворов говорит, рыбачит всю свою жизнь. И никаких происшествий с ним никогда не случалось. От берега старается далеко не отходить. А перед тем, как выйти на лёд, всегда проверяет его толщину. Я выхожу на лёд, когда уже уверен, что лёд крепкий. Первую ходку делаем, мы идём с пешнями. Ходим с товарищем. Мы обычно с ним вдвоём, втроём идём. И пешню проверяем. Уверен, что в это самое. Туда идём. Есть, конечно, и смельчаки, такие, как эти рыбаки под мостом Саратов-Энгельс. Лёд здесь тонкий и риск провалиться очень велик. Не пугает рыбаков и находящиеся рядом полынья. В надежде на хороший улов, неподалёку от открытой воды экстремалы проделывают лунки. С начала зимнего сезона никаких серьёзных происшествий на льду не зарегистрировано. Связано это с тем, что спасатели стали чаще проводить профилактические мероприятия с рыбаками. Подобные рейды в зимний период сотрудники МЧС устраивают каждую неделю. Запретить рыбакам выходить на лёд, так же, как и штрафовать их, они права не имеют. Поэтому всем любителям зимней рыбалки они раздают вот такие памятки. В них содержится подробная информация о том, как правильно вести себя на льду, чтобы не оказаться под ним. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.